Выполнены исследования. Компьютерная томография – орган грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, без внутривенного контрастного усиления, с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Органы грудной клетки. Выявлены мягкотканные очаги в С5 слева, наибольшей около 1,2 см поперечники, с неровными краями однородной структуры. Вблизи него три меньших очага 0,3-0,5 см. В С10 слева выявлен очаг около 0,6 см. В задних каудальных отделах С3 слева, на междолевой плевле, мягкотканный очаг до 0,8 см поперечники. Справа множественные 25-30 мягкотканные очаги однородной структуры, диффузным распределением, размером от 0,3 до 1,5 см, в том числе на плевле. В остальном, участков повышения плотности легочной ткани по типу матового стекла, по типу консолидации не определяется. Пневматизация легочной ткани снижена, пневмофиброз. Петвления легочных артерий типичны, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов третьего порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Выявлены лимфоузлы в средостении всех групп, до 0,8 см поперечники, без грубого нарушения морфологии. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Ледкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах увеличены, преимущественно левый желудочек. Аорта и ее ветви обозвеслены, не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Деформирующее разрастание тела позвонков грудного отдела позвоночника. Органы брюшной полости из-за брюшиного пространства. Выявлено объемное образование в верхнем правом квадранте, прилижающей к переднему краю правой доли печени и передней брюшной стенки. Размеры образования около 3,5 на 2,8 на 2,8 см. Края неровные, структура однородная, плотность около плюс 35 единиц Хаунсфилда. Контуры печени бугристые, неровные, четкие. Плотность паренхима равномерна, в среднем плюс 52, плюс 55 Хаунсфилда без контраста. Локальных участков снижения либо повышения плотности не наблюдается. За исключением небольшого гиподенсного очага в правой доле, на периферии, до 0,5 см. Сосуды и система воротной вены не расширены. Воротная вена шириной 1,2 см, селезеночная вена 0,8 см. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20, плюс 25 Хаунсфилда. Без конкрементов, высокой либо низкой плотности, стенка не утолщена. Общий желчный проток с шириной, внутрепеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа атрофически изменена. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена, без патологических включений в структуре. Надпочечники. В теле левого образования объемные до 1,2 см поперечники, до плюс 15, плюс 20 единиц Хаунсфилда. В почке выявлено множество интрапархиматозной и парапельвикальной кисты с обеих сторон. Чашечная лоханочная система не расширена. Мочевой пузырь обычной формы, стенка не деформирована, не утолщена. Свободной жидкости брюшной полости не выявлено. Определяется асимметрично увеличенный паховый лимфоузлы справа до 1 см поперечники. В нижнем правом квадранте среди петель тонкой кишки выявлено объемное образование размерами около 2,5х3х4 см. Мягкотканной плотности, однородной структуры, лимфоузел, плюс множественное образование со схожими характеристиками, доксальные и корниальные. Выявлен мягкотканный компонент до 2 см в поперечнике, вплотную прилежащей к стенке правой подвздошной артерии. Сложно дифференцировать с петлей тонкой кишки без контрастного усиления. Большая гемангиома в теле L3 3,5х3х2,8 см. Грыжа передней брюшной стенки справа, ворота около 2 см. Размер грыжевого мешка около 5х2,5х4 см. Содержимое. Петли тонкой кишки, сосуды, жировая клетчатка, без признаков обструкции. Заключение. Множественные вторичные солидные очаги в обоих легких, больше справа. Объемное образование в верхнем правом квадранте, вблизи края правой доли печени, вероятно, увеличенный внутрибрюшной лимфоузел. Паховая лимфоаденопатия справа. Множественные объемные образования в нижнем правом квадранте, вероятно, увеличенные лимфоузлы. Мягкотканный компонент вблизи стенки правой подвздошной артерии. Увеличенный лимфоузел сложно дифференцировать с петлей тонкой кишки без контрастного усиления. Единичный мелкий гиподенсный очаг в правой доле печени. Мягкотканно-объемное образование левого надпочечника. Ножественные интропарихноематозные и парапельвикальные кисты обеих почек. Грыжа передней брюшной стенки справа. Гемангиома L3. Рекомендуется консультация онколога. Рекомендуется консультация онколога.